Привет! Это дубль два отзыва о марафоне писательского Нелли Давыдовой. В двух словах расскажу, что там происходит вообще, что это такое. Ну или не расскажу, не знаю кому как. Короче, ребята, во-первых, это не марафон. Марафон это когда толпа народа бежит к своей какой-то там цели, к финишу и часть толпы пытается прибежать первыми. Здесь совершенно иное действие, даже не знаю как это называется, это уникальная вообще программа, скажем так. Нелли назвала марафоном, видимо, чтобы в определенных рамках было понятно людям, что это там. Ну или принято так называть, не знаю. Короче, ребят, там никто никуда не бежит. Там это уникальный инструмент обратить наконец-таки внимание на себя, сконцентрироваться. Это то, о чем она говорит в каждом эфире. Обратите внимание на себя, наблюдайте себя, фокус внимания на себя. А это практический инструмент. Причем ты даже не шаришь, не осознаешь, что ты уже это делаешь. То есть ты пишешь чего-то там, выкладываешь и все само собой получается. Теперь об изменениях вообще. Ну, что он дает этот марафон. Ну, что у меня произошло, например, после этого марафона в жизни. Да, вообще все на 180 градусов развернулось. То есть в данный момент я живу в другом городе. Теперь. Я живу в другом городе. Ну да, на съемной пока квартире. У меня есть работа, которая мне нравится, от которой я получаю удовольствие. Та работа, которая была до этого, направление бизнеса, это теперь мое хобби. Причем, когда оно стало хобби, от недостатка клиентов оно не страдает. А я тут тусю и кайфую. Я начал учиться. Учиться на программиста. Никогда в жизни я не думал, что я вообще хоть как-то соприкоснусь с программированием. То есть это для меня темный лес. Чтобы вы поняли, я дровосек в средневековье. И вдруг я пошел учиться на авиаконструкторах. Вот такой контраст. Вот. Энерго от души, спасибо тебе за этот марафон. Спасибо огромное. Я очень рад, что ты есть. Что есть все девчонки, которые помогали. Да и все люди, которые меня слушают сейчас тоже. Я очень благодарен. Теперь еще небольшое отступление для всех, чего я понял. Ребята, что делает Нелли? На марафоне на этом, в своих продуктах. У меня курсы есть, куча всего. Я, кстати, подумываю про телепатию. Мне очень заходит. Я поучаствую там. Думаю. Ничего Нелли не делает. Вот представьте, вы машина. У вас есть мотор. Есть даже топливо. В дубле один я сказал, что Нелли топливо. Но это не так. Я тут додумал кое-что. А вот. У вас есть топливо. У вас есть все. Но вы, мощная машина, сидите на жопе ровно. Ну не едете. Ну просто вот. Сидите и плачете, что колеса скоро станут квадратными. И я тогда вообще никуда не поеду. Есть машины гораздо симпатичнее меня. Я не хочу выезжать на дорогу. Потому что я москвич 2141. А там одни мерседесы. Новые топовые. И так далее и тому подобное. Короче. Вы мощный автомобиль, который сидит и ноет. А Нелли это искра. А вот у нее особенность такая. Без искры мотор не заведешь. И вот она вам дает такую возможность. Делать так. Искра пошла. И дальше вы все делаете сами. Она за вас ничего не делает. Она не может за вас сделать. И если вы делать не будете. Останетесь сидеть на жопе ровно. То для вас. Это этим и закончится. Вы останетесь на том же месте. Ну может быть чуть проерозить на жопе. Там 10 сантиметров вперед. И все. Поэтому цените пожалуйста эту искру. Когда она завела вам мотор. Надо ехать. Не останавливаться. Вы же видите сами. Какие изменения происходят. Что все это реально. Что все это реально работает. Ну так в чем еще сомневаться. Надо просто ехать. Так что Нелик спасибо тебе большое. Искорка. За то что ты завела и мой мотор. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.